Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. Ммм, классика, моя любимая ошибка. Причин у нее бывает две, софтовая и аппаратная. Соответственно что касается софтовой ошибки. Здесь все достаточно просто, тебе нужно полностью удалить видеодрайвер с компьютера, и поставить его заново ту же самую версию, либо какую-нибудь предыдущую которая стабильно работает. Для того чтобы поставить драйвер заново, начисто, в NVD, достаточно выбрать галочку чистой установки в установщике, для AMD придется воспользоваться утилитой которая вычищает этот говнодрайвер. Дальше ставишь и пробуешь. Если ошибка осталась, то скорее всего она имеет аппаратное происхождение. Первое что нужно попробовать, это полностью обесточить компьютер. То есть выдернуть все, монитор, компьютер, колонки, все выдернуть из розетки, снять крышку корпуса, дальше обязательно возьмись рукой за какую-нибудь железную часть корпуса, и только после этого блять лезь в компьютер. Это нужно для того чтобы уравнять лепиздрический потенциал твоего тела и корпуса компьютера. Чтобы не было искры или искры, и ничего там не выбило статикой. Значит выкручиваешь видюху, вытаскиваешь ее, и ставишь обратно. Возможно она просто как-то там расшаталась в разъеме. Кроме того эта ошибка может вылезать если у тебя не хватает мощности блока питания. В этом случае блок питания нужно заменить на более мощный. То же самое касается перегрева. Если на видеокарте высохла например термопаста, или еще какая-нибудь хуйня случилась, или кулер сломался блять, или забилось все пылью, все это нужно вычистить. И конечно же заменить термомассе. Это решаемая проблема. Нерешаемая проблема это видеокарты всяких говнопроизводителей. Дело в том что для того чтобы обеспечить низкую цену, они в том числе закупают не очень хорошие чипы. То есть у Nvidia и у AMD есть отбраковка чипов, и вот более хорошие идут на более качественные видеокарты, а всякое говно идет на всякое говно. Соответственно производители видеокарт покупают эти не очень хорошие чипы, и помимо этого еще их гонят. То есть с завода видеокарта приходит уже разогнанная. Соответственно случается перегрев, и видеокарта просто на какое-то время отваливается из системы, что и вызывает появление вот этой ошибки. Частным случаем перегрева является когда просто через несколько минут игры на мониторе вылезает сообщение нет сигнала, и ничего не работает до тех пор пока ты не перезагрузишь компьютер. Анализировать ситуацию можно с помощью утилиты AIDA64, которая показывает температуру в том числе на графическом процессоре. Если температура превышает 70 градусов, и доходит до 80, то в общем-то пора бить тревогу. Да, действительно чипы выдерживают температуру больше 100 градусов, и паяют их при температуре больше 100 градусов, но уже при 80, именно в припое, начинают образовываться микротрещины. И со временем эти микротрещины приводят к тому, что чип банально отпаивается от самой платы, и нужно делать ReBall. Ну или там прогрев, или еще что-нибудь такое. Связано это с тем, что в связи с воплями экологов в припое больше не используется свинец, а именно свинец повышал вот эту вот максимально допустимую рабочую температуру припоя. Что собственно говоря и произошло вот с этим вот Амуде-Родионом, потому что как только появляется Амуде, проблемы с перегревом превращаются во вселенскую трагедию. Данный Родиончик помер, поэтому собственно говоря на нем похоронный крестик из отвертки и термопасты. Да конечно наверное ему можно сделать ReBall и по-быстренькому слить где-нибудь на Авито, но веры уже этой карте нет. Ребол это от слова шарик, дело в том что вот этот самый припой поставляется в виде таких шариков, которые закатываются в чип, ставятся на плату и потом припаиваются специальным методом через трафарет как правило. Вот так вот, так что если видеокарта перегревается, то очень быстро это приведет к проблемам. Соответственно что ты можешь сделать в этом случае? Либо усиливать охлаждение, либо в общем-то запустить говноутилиту MCI Afterburner. Блин, да что ж такое-то, MSI. С как жопа. Где с помощью паузунков понизить частоту чипа видеокарты. Разумеется при понижении частоты работы видеокарты снизится ее производительность и уменьшится FPS. Ну начни с понижения на 30 единиц, и посмотри как она себя поведет. Помогло или просто понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на канал. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!